Ганс Христиан Андерсон Ганс Христиан Андерсон Оли Лукои Четверг «Знаешь что?» — сказал Оля Лукои «Только не пугайся, я сейчас покажу тебе мышку» И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка Она явилась пригласить тебя на свадьбу Две мышки собираются пожениться нынче ночью Живут они под полом в кладовой твоей матери Чудесное помещение, как говорят «А как же я пролезу сквозь дырочку в полу?» — спросил Ельмар «Положись на меня», — ответил Оли Лукои «Ты у меня сделаешься совсем маленьким» И не успел он дотронуться до Ельмара своей волшебной спринцовкой Как тот вдруг стал уменьшаться Уменьшаться и, наконец, сделался совсем крошечным «Не дать не взять, мальчик с пальчик» «Мундир можно будет занять у оловянного солдатика», — сказал Оли Лукои «Я думаю, он тебе будет впору» «Как приятно быть в гостях и в мундире» «Ладно», — согласился Ельмар И когда переоделся, стал похожим на образцового оловянного солдатика «Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки?» — сказала Ельмару мышка «Я буду иметь честь отвезти вас» «Надеюсь, это не затруднит вас, Фрекин?» — отозвался Ельмар И вот они поехали на мышиную свадьбу Проскользнув дырочку, прогрызенную мышами в полу Они сначала попали в длинный коридор Такой узкий, что здесь только в наперстке и можно было проехать Коридор был ярко освещен светящимися гнилушками «Как хорошо здесь пахнет, правда?» — сказала мышка-возница «Весь коридор выумазан салом! Что может быть лучше?» Наконец, добрались и до того зала, где праздновали свадьбу Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры А посередине, на корке выеденного сыра, восседали жених с невестой И ненасытно целовались на глазах у всех Ну что ж, ведь они уже обручились и сейчас должны были обвенчаться А гости все пребывали и пребывали И в давке счастливую парочку оттеснили к самому входу Так что никто уже больше не мог ни войти, ни выйти Зал, как и коридор, тоже был весь вымазан салом Никакого другого угощения не было А на десерт гостей обносили горошиной На которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена То есть, конечно, только первую букву каждого имени Диво, да и только Все мыши признали, что свадьба удалась на славу И время прошло очень приятно Ельмар поехал домой Довелось и ему побывать в блестящем обществе Правда, пришлось совсем съежиться, чтобы влезть в мундир оловянного солдатика Редактор субтитров А.Семкин